Если бы я знал, что такая канитель будет, я бы, наверное, лучше остался бы, в кавычках, и дел. Правые парни, которые остались по домам, по квартирам, кто-то проспал их, кто-то там. Потому что, я тебе говорю, один шанс на миллион достался. Дима, я верю, что у нас этот шанс будет, если ты к нам вернешься. Я по-другому вообще даже и не думаю, не рассматриваю другие варианты. По-другому быть не может. У тебя маленький сын, ты должен к нам вернуться. А у жены есть украинский паспорт? Лена, у тебя же есть украинский паспорт? Ну, где-то есть, да. А что, нет такого варианта взять, просто приехать? А ее же, наверное, будут подвергать репрессиям, так как я же... В Украине? Да. Нет. Чею должны подвергать репрессиям? Она же что, совершила тут? Да, нет. Да. Ну, вы просто перестали мыслить, как украинцы. У нас закон есть, но она ничего не делала. Вы делали, а она нет. Она может... То есть, это реально можно даже попробовать устроить, чтобы она к вам приехала. Но это уже не под запись разговора, мы отдельно уже поговорим. Конечно, понял. Если можно, вопрос один, там я задам. Да, да, Елена. Елена, здравствуйте, меня Владимир зовут, да, я рядом с вашим мужем. Здравствуйте. С ним все нормально, все в порядке, то есть, там, не волнуйтесь. Чем по-другому. Да. Ну, повезло ему, вы в курсе, да, что там многим повезло намного меньше. Что он попал в плен? Ну, что он попал в плен, а не погибли. Ну, тут я с вами не могу не согласиться. Конечно, да, ему повезло, что он живой, что я его слышу. Слушайте, ну, он рассказывает... Вы посмотрите это видео, там, на Ищи своих телеграм-канал, или там на ютубе, Золкин фамилия. Можете посмотреть. Как так, скажите, Золкин? Да, вы правильно услышали, да, все верно. Ага, хорошо, я пошла. Он рассказывает такие вещи, знаете, что их отправили, как, фактически, как мясом, просто на убой, а потом еще свои же и обстреляли ту часть, в которой они находились после того, как их уже... Вот как вам такое отношение со стороны ваших великих правителей? Конечно, отрицательное. Если это имело место быть, то это, конечно, ни в какие ворота не вписывается такое. Ну, да, если вы там, не знаю, погуглите, вы поймете, что не только в его случае такое имело место быть, и вообще во всех случаях отношения с вашими так называемыми ЛДНР-жителями. Ну, и у меня вопрос другой. Вот скажите, вам намного лучше в Луганске стало жить после референдума вот этого? Ну, я бы не сказала, конечно. Ну, мы люди простые, нам... Что до этого было тяжело, что после было тяжело. Ну, как бы... Я не знаю, там, может, могут оценить те, кто владел какими-то деньгами большими, и там, может быть, перестал ими владеть, или, наоборот, приумножил за счет этого всего происходящего. А ну, что, рабочий класс. Ну, понятно, да, рабочий класс. А вот просто... Ну, вот если бы отмотать это все назад, как думаете, очень сильно вам это все было нужно, или лучше было в Украине остаться? Я не знаю, когда это все происходило, я еще настолько молода была, что я даже, как бы, особо и не понимала, и не вникала в происходящее. Я училась в институте, и как-то никто и не думал, как оно будет. Ну, да. Не знаю, я... Ну, смысл в том, что да, ну, как бы, если вы не интересуетесь политикой, она интересуется вами, вот, в частности, мы сейчас имеем вот эту ситуацию. Уже, да. Уже конкретно вплотную она нами интересуется. Вот. Раньше, да, они интересовались, там, 13-й год, мне так было 19 лет. Я понял. Ну, я передаю еще вашему супругу другу. Ну...